Добрый день, уважаемые коллеги. Мне хочется выразить большую признательность организаторам данного форма за предоставленную возможность представить наши данные. Также особую благодарность хотелось бы высказать нашим модераторам, Сергею Николаевичу, Луизею Брагину, за то, что они находятся сейчас в зале и модерируют наши сессии. Тема моего доклада называется «Аблюционная индуцированная ракильная дисфункция рака предстоятельной железы». Почему эта тема актуальна? Если мы посмотрим на данный слайд, где представлены самые последние данные относительно эпидемиологии и характеристики заболеваемости рака предстоятельной железы, то мы увидим, что по данным американского ракового резинства в прошлом году рак предстоятельной железы составил у заболеваемости первое место. Значит, по отечественным данным впервые рак предстоятельной железы вышел на второе место, уступив, это по данным 2019 года, данных 2020 года в связи с пандемией, ну, определенными сложностями на данный момент в России четких нет, поэтому мы приводим данные 2019 года, и в 2019 году впервые данное заболевание вышло на второе место, уступив пальму первенства раку трахеи бронхопылёйки. При этом до этого оно еще занимало четвертое место. Значит, в последние несколько лет наблюдается существенное смещение в вопросах лечения рака предстоятельной железы. Еще три года назад радикальная простатокомия рассматривалась в качестве золотого стандарта лечения, в первую очередь, локализованных форм данного заболевания. Значит, на слайде представлены обновленные, это самая последняя, вторая версия от 2021 года, рекомендации НССН. И если мы посмотрим, то здесь собраны рекомендуемые варианты лечения рака предстоятельной железы в зависимости от принадлежности к группе риска и предполагаемой продолжительности жизни. Так вот, когда мы смотрим на этот слайд, мы видим, что практически в подавляющем большинстве клинических сценариев различные варианты лучевой терапии находятся на первом месте по сравнению с радикальной простатокомией только у пациентов группы промежуточного риска неблагоприятного прогноза и предполагаемой продолжительностью жизни более 10 лет на первом месте стоит радикальная простатокомия. Таким образом, все больше и больше данных, которые говорят о том, что современные варианты лучевого лечения являются приоритетными у пациентов как групп низкого, так и промежуточного, и тем более высокого и крайне высокого риска рецидива рака предстоятельной железы. Итак, что же такое эректильная дисфункция? Эректильная дисфункция – это постоянная или периодическая неспособность достигать или поддерживать эрекцию полового члена достаточную до сексуального удовлетворения. Существует целый ряд классификаций данного состояния в зависимости от патогенеза, причин и так далее. С учетом того, что в основе радиационной индуцированной эректильной дисфункции лежит практически типовой патологический процесс, нам представляется, что наиболее правильно классифицировать ее, исходя из общих критериев терминологических, которые применяются при оценке лучевой токсичности. С еще выделяют радиационную индуцированную эректильную дисфункцию первой степени, то есть снижение, не требующее какой-либо коррекции второй степени, это медикаментозная эректильная коррекция третьей степени, самая тяжелая, когда единственным способом лечения данного состояния является протезирование полового члена. Говоря о радиационной индуцированной эректильной дисфункции, нельзя не сказать буквально пару слов о эпидемиологии данного состояния, вообще как часто наблюдается данное осложнение лучевого лечения. Значит, на данном слайде представлены результаты достаточно большого метроанализа, который включал в себя порядка 17 тысяч пациентов, суммарно которым выполнялся различные варианты лучевого лечения. Это брахиотерапия, это сочетание брахиотерапии с дистанционной лучевой терапией и просто дистанционная лучевая терапия по радикальной схеме лечения. В течение пяти лет после окончания лечения данное состояние развивалось практически у 55% пациентов. Безусловно, это очень хорошая цифра, если сравнивать с аналогичными результатами радикального хирургического лечения. Но, тем не менее, цифры достаточно большие, и снижение потенции у исходно-патентных больных практически в половину в течение пяти лет, конечно, говорит о том, что это проблема, и проблема существенная. На данном слайде представлено еще одно интересное исследование. Это также метаанализ, теперь уже, скажем так, одного из наиболее современных вариантов лучевого лечения, именно стереотоксической лучевой терапии, который включал в себя 1221 пациента, который также показал, что к исходу пяти лет наблюдения трактильная дисфункция развивается приблизительно около 50% больных. Я специально привел эти два слайда для того, чтобы продемонстрировать, что практически независимо от варианта лучевого лечения, будь то брахиотерапия, то стереотоксис, комфортно-дистанционная лучевая терапия, частота развития данного состояния, состояние приблизительно одинаковое. И ежели мы будем говорить об общих представлениях патогенезии радиационной индуцированной эректильной дисфункции, то необходимо вообще сказать, что мы имеем в данном моменте относительно других вариантов лечения. Первое – это, естественно, психогенная эректильная дисфункция. Когда мы проводим лучевое лечение пациентам, то особенностью динамического наблюдения за ними после лечения, в отличие от радикальной простатектомии, является то, что первая контрольная точка, позволяющая оценить эффективность проведенного воздействия, лежит в пределах трех месяцев. Естественно, что вот это вот ощущение неизвестности достаточно длительное. Эти переживания, которые испытывают пациенты, могут не сказываться на двух половых жильях. Далее – это какие-то варианты посттравматической эректильной дисфункции. Дело в том, что при радикальной простатектомии единственным основным, фактически хорошо доказанным механизмом развития данного состояния является повреждение сосудистомерных пучков. И вот эта вот доказанность при радикальной простатектомии патогенеза, естественно, заставляет нас проводить какие-то параллели. Тем более, что если мы говорим, допустим, о брахитерапии, то там также имеется некая степень инвазии, связанная с имплантацией глунтростатов, поэтому посттравматический вариант развития данного состояния также возможен. Однако, если мы говорим о дистанционных вариантах лечения, будь то о комформе дистанционной лучевой терапии, стереотоксическая лучевая терапия, протонная лучевая терапия, при которой фактически отсутствует как-либо механическая инвазия, тогда мы говорим о том, что радиационная эректильная дисфункция связана исключительно с воздействием энергии неизующего излучения на структуры, ответственной за сохранение потенции. Если суммарно привести все такие данные, которые имеются на данный момент относительно представления возможного патогенеза развития данного состояния, то значит, на данном слайде представлен блок-схема, которая говорит о том, что развитие этого состояния может быть связано как с повреждением нервной ткани, с повреждением сосудистой ткани, а также с повреждением мышечной ткани. И исходя из этого, на данный момент получили развитие два, скажем, две такие концепции оптимизации лучевого лечения для максимального сохранения потенции подсосудо-сохранящую лучевую терапию и нервосберегающую лучевую терапию. Какие же анатомические структуры ответственны за поддержание потенции? Ну, фактически их четыре. Это внутренней половой артерии, это лупица полового члена, это ножки ковернозных тел и сосудистонервные пучки. И сейчас мы постараемся коротенько рассмотреть каждую из них. Я напомню себе, что иннервация полового члена осуществляется посредством симпатической парасимпатической нервной системы, чьи эффекты на гладкомышечный элемент рактильной ткани имеют противоположный характер. Активация парасимпатических нервных путей стимулирует приток крови в ковернозные тела, симпатически обеспечивает эту именисценцию. Значит, инновация полового члена вегетативно осуществляется по полу за счет нерви эрегантес или нерви ковернози, которые идут совместно с сосудами и формируют так называемых сосудистонервных пучок. Вообще, первое предположение о такой значимой ведущей роли повреждения нервной ткани в развитии радиационно индуцированной рактильной ткани в Солнце было сделано в 2000 году. Исследовать дебиасы на примере больных, которые подвергались лечению посредством низкомощностной брахиотерапии. Минусом этого исследования было то, что количество больных было небольшое, и фактически было сделано эмпирическое предположение. Но, тем не менее, близкая анатомическая связь не могла не говорить о том, что это действительно возможная причина развития данного состояния. С 2000, с 2000, где-то по 2005 годы было проведено огромное количество работ как в рамках изучения влияния дозной нагрузки на существенные методы пучок при брахиотерапии, так и при дистанционно-учевой терапии. К сожалению, ни одно из них не продемонстрировало того, что величина дозной нагрузки на эту структуру имеет какую-то связь с развитием арактильной дисфункции. Фактически в настоящий момент все наши представления относительно такого возможного механизма основывается исключительно на экспериментальных исследованиях, проведенных на животных. На слайде я привел те из них, самых известных, которые показывают какие-то ультраструктурные иммуногистохимические нарушения, регистрируемые в проводящих нервных путях до и после лучевого лечения. Следующая структура, о которой нельзя не сказать, является луковица полового очевидного. Фактически это дистальное утолщение губчатого тела, и анатомическая и физиологическая роль этой структуры в развитии арактильной дисфункции, в общем-то, не совсем понятна. Однако исторически радиационными онкологами она использовалась в качестве референсной структуры, так как ее анатомическое расположение позволяет оценить величину дозной нагрузки на другие рядом расположенные структуры, такие же, как сосудистомерные пучки, гистальные треть внутренней половой артерии, ножки кавернозных тел. И фактически это единственная структура, которая может быть визуализирована при стандартной компьютерной томографии, используемой в рамках предлучевой подготовки. Значит, на данном слайде представлен анализ работ, проведенный известным исследователем американским роучем, который показал, что для того, чтобы сохранять потенцию, величина демина или средняя доза подводимой от луковицы полового члена должна быть менее 50 грей. Роль величины дозной нагрузки на область луковицы полового члена была подтверждена в 2020-х годах двумя достаточно крупными рандомизированными исследованиями, которые также показали, что минимальная доза должна быть как минимум максимально 50 грей, а современные методики проведения лучевой терапии, такие как стереотоксическая лучевая терапия, позволили снизить этот показатель фактически в три раза, и по состоянию 2020-х годов рекомендации проведения лучевой терапии в условиях COVID посредством стереотоксической лучевой терапии данный показатель был рекомендован держать в не более 16 грей. Следующая структура, лучевое повреждение которой может оказывать, скажем так, влияние на развитие радиационно-индуцированной рактиленицинфункции является ножкой ковернозных тел. Фактически это дистальная часть ковернозных тел, по сути она является также сосудистой структурой. На данный момент существует единственное опубликованное исследование, которое показало, что подводимая доза к данной анатомической структуре вызывает достаточно существенные ультраструктурные нарушения, она приводит к снижению потери гладкомышечных элементов, снижению возможности белочной оболочки участвовать в так называемом веноокклюзивном механизме, что в конечном итоге ведет к появлению патологического венозного дренажа и развитию рактильной дисфункции сосудистого генеза. Развитие ультразвуковых методов диагностики, в частности различных вариантов доплерографии современных, в общем-то, судя по всему, позволят в дальнейшем существенно повысить наши знания в этой области, и такие работы уже ведутся, правда, они ведутся в рамках развития, оценки рактильной дисфункции после радикальной простаты анатомии, однако применение данных методик именно в данной категории больных, на наш взгляд, является крайне перспективным и очень важным. Значит, на данном слайде представлены общие механизмы развития эрактильной дисфункции, связанные с повреждением сосудистых структур. индукцируемые облучшением акцентриктивный стресс ведут гибели гладкомышечных элементов, фиброзы и гранозных тел, и к облитерации мелких сосудов, что приводит к гипоперфузионным нарушениям. Последняя, на наш взгляд важная анатомическая структура, которую хотелось бы оценить в рамках разговора о радиационной рактильной дисфункции является внутренняя половая артерия. На данном слайде представлены достаточно простые анатомические представления, то есть внутренняя половая артерия, это дистальная часть внутренне-подвздошной артерии, ее терминальная часть называется артерия полового члена. Это основной источник кровоснабжения кадронозных тел полового члена. Значит, внутренняя половая артерия идет в области эшеректальной ямки, так называемом канале аллока. Почему я об этом говорю? Потому что это позволяет в дальнейшем визуализировать данную анатомическую структуру в рамках проведения так называемой сосудоотберегающей лучевой терапии. Вообще, первое представление о достаточно ведущей и важной роли лучевого воздействия на внутренние половые артерии были сделаны в 2005 году известным исследованием Патриком Маклаффиным, который использовал так называемый функционально-анатомический подход. Это по аналогии с функционально-анатомическим подходом при радикальном простатоктомии, который был реализован Патриком Волшем. Так вот, этот исследователь на основании индивидуальной анатомии топографии критических структур предложил оптимизировать стандартный ход лучевой терапии с целью максимального сохранения потенции. В качестве основных структур были определены внутренние половые артерии, ножки и кавернозных тел. на данном слайде были представлены первые дозиметрические планы, 3D-модели предстательной железы, как облучаемая структура, а также критических структур, в частности, внутренней половой артерии. Цель оптимизации дозной нагрузки таким образом, чтобы максимально снизить лучевую нагрузку на данные структуры и тем самым сохранить возможность иметь пациентам половую жизнь на достаточно большом протяжении по времени, после окончания лучевого лечения. Те идеи, которые были сформулированы Патриком Маклафиным, были заложены в основу проводимого пандомизированного исследования с достаточно большой продолжительностью, результаты которого были опубликованы в 2017 году в журнале «Европейская урология». Они показали, что сосудосберегающий вариант лучевой терапии позволяет сохранить потенцию на протяжении достаточно длительного времени более чем 80% больных, что, как я уже говорил, существенно отличается от тех 50-55%, которые мы наблюдаем при стандартной лучевой терапии, когда дозная нагрузка на эти критические структуры не успешны. Ну и исходя из своей работы… Простите, Роман Владимирович, у вас 15 минут, они истекли. Сколько еще вам надо времени для завершения? Фактически я уже заканчиваю. Пожалуйста. Значит, исходя из вот этих представлений, авторы сделали два, выделили два анатомических варианта, которые, скажем так, либо благоприятствуют, либо неблагоприятствуют реализации вот этой вот концепции. Ну и заканчивая свой доклад, я хотел бы сказать, что можно сделать следующие выводы, что радиационно-индуцированная эрактивная дискуссия, это достаточно часто встречается в состоянии, порядка 50-55%, что в качестве основных критических структур рассматривается внутренняя половая артерия, луковица, полового члена, ножки, гибридового тела, сосудистые мировые пучки, что на сегодняшний день преимущественным механизмом развития данного состояния, как нам кажется, является дозная нагрузка, на практике концепции сосудосберегающей лучевой терапии. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы? Нет времени. Так, позвольте мне пару вопросов. Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы блестяще изложили нам возможности возникновения этого грозного осложнения у мужчин. Скажите, пожалуйста, существуют ли методы профилактики, на ваш взгляд? Это первый вопрос. А второй вопрос, а почему у пятидесяти процентов возникают эти осложнения, а у остальных нет, несмотря на то, что подходы одинаковые к лучевой терапии? Роман Владимирович, только очень короткий вопрос в вашем дне времени. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Значит, что касается профилактики, вот разработка технологии сосудосберегающей лучевой терапии, как раз и есть основная профилактика данного состояния. То есть мы оптимизируем нагрузку таким образом. А что касается второго вопроса, дело в том, что в конечный результат статус эректильной функции оказывает влияние еще от сопутствующих различные патологии. Понятно? Спасибо. Понятно. Спасибо большое. Поскольку докладчик перебрал немножко время, мы торопимся. Второй доклад, пожалуйста. Наталья Юрьевна Никласова. Сочетанное применение ПЭТ-КТ с 11С холином и 68 галием для определения лечебной тактики у больных с биохимическим рецидивом рака предстательной железы после простатоктомии. Наталья Юрьевна, вы готовы? Да, я готова, да. Я не могу включить, потому что демонстрация экрана. Роман Владимирович, выключи, пожалуйста, демонстрацию экрана. Так. Да, Наталья Юрьевна. Так. Пожалуйста. Сейчас. Так. Хорошо. Все? Вы видите? Вы видите? Видим. Первый слайд ваш видим. Название. Так. Все? Так. Глубоко уважаемый Луиза Ибрагимовна, глубоко уважаемый Сергей Николаевич, глубоко уважаемые коллеги, позвольте вам представить опыт нашего центра по применению совместному двух наиболее распространенных радиофарм препаратов для диагностики рака предстательной железы рецидивов после хирургического лечения. Как было сказано предыдущим докладчикам, рак предстательной железы в настоящее время не только занимает второе место, но и в России число впервые выявленных случаев рака предстательной железы увеличилось более чем в два раза. А ежегодный темп прироста заболеваемости в течение этих лет составил 5%. Смертность от рака предстательной железы также увеличилась на протяжении последних 10 лет и занимает третье место у мужчин в возрасте 60-69 лет и второе место у мужчин в возрасте старше 70 лет. Цель хирургического лечения, которое все-таки часто предлагается больным раком предстательной железы, это радикация злокачественной области. Однако, несмотря на потенциально радикальный характер лечения, до 50% больных имеют рецидив заболевания в течение 5 лет после хирургического лечения. Что же такое биохимический рецидив? В общем-то, четкого определения этого понятия не существует. Для больных после хирургического лечения это постоянное повышение концентрации ПСА выше 0,2 нанограмм мл при изменении с интервалом в 2 недели. Существуют региональные стандарты биохимического рецидива, но, в общем-то, очевидно, что при наличии такого чувствительного маркера, как ПСА, любое повышение уровня ПСА выше допустимого будет восприниматься больными очень критично. Но когда же нужно начинать беспокоиться врачам? Очевидно, что повышение ПСА до уровня 0,2 и выше уже связано и с риском отдаленного метастазирования, влияет на специфическую выживаемость и общую выживаемость. Как видно вот в этих всех критериях Европейской ассоциации урологов имеются такие показатели, как ПСА уровень до операции и время его удвоения. На основании этих параметров выделены группы риска, в которых время удвоения ПСА более года и менее года является основным дискриминирующим фактором. С учетом перспектив у больных, уровень ПСА меньше или равно 0,5 нанограмм на миллилитр считается критическим для принятия решения. Что же можно сделать? Даже у тех больных, у которых по данным обследования не выявляется радиологических признаков рецидива, проведение лучевого лечения связано с высоким ответом до 80% на терапию, тогда как в группе наблюдения биохимическое прогрессирование наблюдается у 65% больных. У тех больных, у которых рецидив был локализован только в области первичной мишени, 83% ответа на терапию, то есть терапия эффективна. Чем раньше она начнется, тем выше ее результаты. У больных с цифрами ПСА менее 1,5 отдаленные результаты спасительной лучевой терапии приближаются к 50%. В настоящее время существует много новых технологий лучевой терапии, но все они будут эффективны только в том случае, если охвачены все опухолевые очаги и охвачены в достаточно высокой дозе. Для того, чтобы их охватить, нужно знать, где они расположены. Есть стандарты американские, в которых проведение ПЭД прописано. Но известно, что для того, чтобы любой метод был нам важен, нужно, чтобы он мог определить изменения и в области ложепредстательной железы, в тазовых лимфоузлах, отдаленных лимфоузлах, в костях, а также, возможно, в паренхематозных органах. Компьютерная томография имеет низкую чувствительность в диапазоне показателей ПСА, о которых мы говорим. Стэнтиграфия при цифрах ПСА менее 7 нанограмм в миллилитр практически неэффективна. Магниторезонансная томография имеет чувствительность 40-75%. Поэтому в настоящее время проведение ПЭД-томографии, оно прописано, оно необходимо для больных с рецидивом, особенно в том случае, если оно должно повлиять на результаты лечения. Что касается наших стандартов, то в рекомендациях урологических рекомендовано проведение ПЭД при цифрах ПСА более 1. В наших клинических рекомендациях Ассоциации урологов больных с рецидивом и подозрением на висцеральные метастазы рекомендовано проводить ПЭД. Для мониторинга прописано, что применение ПЭД-КТ полностью не изучено и, вероятно, не представляет существенной пользы. Так это на самом деле. В настоящее время разработаны различные радиофармакологические препараты, которые имеют высокое сродство мишени, высокую чувствительность и специфичность в области мишени даже небольшого объема, имеют биораспределение, благоприятное для обнаружения типичных очагов и надежно работают при различных клинических задачах. Могут диагностировать рецидив как в области предполагаемых полей, так и в отдаленных местах. К этим препаратам относятся холин и препараты на основе ПСМА. Холин – это метаболический радиотрейсер, который является одним из основных элементов клеточной мембраны. Понятно, что различные проблемы в опухолевой клетке, нарушение синтеза работы энзимов, нарушение свойств клеточных мембран и высокая пролиферативность клеточных опухолей рака предстательной железы приводят к повышенным концентрациям холина в опухолевых клетках. Недостатком этого метода является то, что холин накапливается в ткани предстательной железы и в норме, что не позволяет видеть первичный очаг, но в области рецидива это может неплохо работать. Хорошим препаратом является и препараты на основе ПСМА. Частота положительных результатов у больных с ПСМА в диапазоне низких цифр может достигать 58%. Но, однако, число ПСМА рецепторов может зависеть от дифференцировки рака предстательной железы, а часть опухолей вообще не имеют рецепторов для данного радиофарм препарата. Тем не менее, ПСМА имеют неплохую чувствительность в диапазоне цифр, которые регламентируют диагностику рецидивов, в диапазоне цифр менее 0,5, и эта возможность составляет 33-45% соответственно. Для холина даже в его техническом паспорте прописано применение при цифрах порядка 2 нанограмм в миллилитр. Таким образом, исследование на основе препаратов ПСМА, омеченных галием, является золотым стандартом диагностики в больных с персистирующим уровнем маркера и рецидивами заболеваний после хирургического лечения. Очевидно, что уровень ПСМА влияет на накопление препарата и оказалось, что для больных с локальным рецидивом среднее накопление составляло 4%, для больных с рецидивами в области лимфоузлов накопление составляло 4%, для больных с изменениями в костях 4%. Известно, что не всегда легко выделить патологический очаг, связанный с рецидивом от других изменений, связанных с рубцовыми изменениями в ткани. Кроме того, ряд авторов приводят данные о снижении чувствительности метода на фоне гормональной терапии. Последние исследования 2020 года показывают, что это в общем-то и не так. Было выбрано 2 группы больных, которые получали или не получали гормональную терапию в течение 6 месяцев после лечения. Частота диагностики не отличалась в этих группах с помощью ПСМА. Более того, было показано, что у больных, у которых проводилась гормональная терапия, общий захват был даже несколько выше. При использовании метода ПЭТ невозможно, как правило, визуализировать узлы с патологическим накоплением, но маленького размера. И известно, что в области ложи диагностика может быть затруднена из-за тени накопления радиопарм препаратов в мочевом пузыре. Метаанализ, посвященный оценке роли и места ПЭТ-томографии в планировании лучевой терапии, основан на результатах наблюдения примерно полутора тысяч больных, которые проходили лечение в течение трех лет в одном из исследовательских центров. В нашем центре в двадцатом году было проведено почти две тысячи исследований с галием ПСМА, сто исследований с углеродхолином, и комбинированные исследования было проведено примерно третий из этих больных. Совместное использование двух наиболее популярных радиофарм препаратов возможно связано с большими диагностическими возможностями. В исследовании, которое было проведено в нашем центре, было включено 124 человека, у которых в соответствии с протоколом данного исследования выполнялось двойное исследование с интервалом в 1-2 дня. Препараты вводились в дозировки 2 мегабикереля на килограмм веса галии 68-го, и 3 мегабикереля на килограмм веса для холина. Сканирование проводилось в ближайшие сроки, после введения препарата. Все больные подверглись ранее хирургическому лечению, и стадирование этих больных представлено на данном слайде. На момент выполнения исследования уровни ПСА были разные, от 0,2 до 47 нг в мл. Радиосинтез препаратов проводился в нашем центре, поскольку для холина время полураспада всего 20 минут, поэтому мы пользуемся данными удобствами. Исследование проводилось на томографах, которые имеются в нашем центре, в ближайшие минуты после получения изображений. У 101 и 124 пациентов при КТ ПЭТ-томографии с обоими трейсерами были выявлены очаги патологической фиксации радиофармпрепарата. Общее количество обнаруженных очагов составило 722, 760 для галле и 630 для холина. Чувствительность сочетанного применения этих радиофармпрепаратов составило 82%, что большее, превышая чувствительность для каждого из данных методов. Признаки локального рецидива были выявлены у 27% больных с цифрами ПСА менее или равно 0,5, что очень важно. Идентичные холин и ПСМА позитивные результаты были получены примерно в 55%. Однако в части исследований 45 данные не совпадали. На фоне структурных изменений только холин-позитивные очаги были выявлены у 6 больных, только ПСМА-позитивные очаги у 6 больных, и в 34% случаев наблюдалось расхождение в количестве и локализации очагов. Мы показываем некоторые слайды, которые демонстрируют, что у пациента на фоне исследования с холином выявлены очаги в области ложа и в области обтураторных лимфоузлов, что не подтверждается данными ПСМА. У другого больного совпадение данных и на холине, и на ПСМА, есть изменения в области семенного пузырька. В данном случае больного на исследовании с холином никаких изменений не выявлено. При исследовании с ПСМА, множественные изменения в лимфатических узлах. У больного с резисторфакторной формой рака предстоятельной железы, при исследовании с холином, никаких отдаленных изменений не выявлено. Но с учетом довольно высоких цифр ПСМА, ему было выполнено исследование с глюкозой, и на исследовании выявлено антистатическое поражение печени, которое подтвердилось и далее. На основании результатов ПЭТ-КТ объем лечения был изменен у каждого третьего пациента. Применение ПЭТ-КТ на диагностическом этапе позволило выделить так называемый биологический объем мишени, в который входила вся ПЭТ-положительная зона. Применение ПЭТ на первичном этапе позволило нам проводить фьюжн, поскольку положение этих больных и положение органов таза довольно хорошо повторяется при укладке на томографии диагностическом и последующем лечебном столе. Здесь примеры того, как ПЭТ-КТ у больного с локальным рецидивом в области предстательной железы, и дальнейший план лечения только область ложе предстательной железы, изменение в области ложе и изменение в области лимфоузлов, облучение у больного как предстательной железы, так и в области лимфоузлов тазовых, и больной с отдаленными метастазами, выявленными при диагностике. У этого больного изменения были в тазу, и изменения в области грудного позвонка, излечение всех планирования лучевой терапии на все выявленные очаги, привело к тому, что спустя полтора года больное время и синие получают гормональную терапию, уровень накопления вот в этом целевом позвонке в настоящее время 1 из 7. Всегда ли нужно стремиться на основании ПЭД провести планирование? Эти знания важны, но довольно таки не часто меняют объем облучения. Для очагов с захватом менее 2, и размером менее 2 сантиметров скорее всего это не нужно. Вот здесь показан ПЭД больного с изменениями в области семенного пузырька. Здесь фьюжен и его оконтуривание. И здесь на планировании видно, что вот несколько только отклоняется область CTV. Вот выигрыш в дальнейшем планировании. Поэтому знания об этом важны, но отдаленные результаты использования данной методики пока не ясны. Сейчас планируется рандомизированное исследование, которое позволит оценить, какой вклад эти знания принесут в дальнейшую выживаемость больных. А то, что касается этой тематики в рамках Невского форума, выполнение всех рекомендаций проведения качественной лучевой терапии позволит задержать наших больных в этой жизни как можно дольше. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Наталья Юрьевна, за очень интересный доклад. Вопросы будут у нас в конце и обсуждения, если будет время. А я сейчас предоставляю слово Елену Николаю Дмитриевичу, который выступит с сообщением о стереотоксической лучевой терапии у больных раком предстательной железы. Прошу вас, Николай Дмитриевич. Николай Дмитриевич, надо включить микрофон. Ага. Меня слышно? Великолепно слышно. Слышно? Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро, уважаемый президиум. Благодарю вас и организаторов этого мероприятия за возможность выступить с докладом. Вашему вниманию хочется представить наш доклад, посвященный стереотоксической лучевой терапии рака предстательной железы. Как сказали предыдущие докладчики, рак предстательной железы является доминирующим заболеванием в структуре онкологической заболеваемости у взрослого мужского населения. Приятным моментом здесь является то, что, несмотря на то, какой вариант ведения пациента мы выбираем, какую стратегию мы избираем, пятилетняя и десятилетняя специфическая выживаемость остается стабильно высокий, будь то динамическое наблюдение, будь то хирургическое лечение, будь то лучевая терапия. Если мы рассмотрим прогрессирование заболевания, то тут картина несколько иная. В том случае, если мы выбираем динамическое наблюдение, прогрессирование происходит приблизительно в 80% случаев, в которых прогрессирование сопровождается в данном случае поражением лимфатических узлов, появлением отдаленных костных метастазов или агрессивным местным ростом, что, естественно, снижает качество жизни пациента. В то же время, если мы проводим специфическое лечение, лучевое или хирургическое, показатели без прогрессивной выживаемости у нас остаются стабильно высокими. И раз мы заговорили о качестве жизни, здесь, наверное, будет уместным упомянуть, что, несмотря на то, что в последние десятилетия появляются все новые методики хирургического лечения ракопрестательной железы, это и роботоассистированная простатоктомия, и лапароскопическая простатоктомия, эти методики не позволяют избежать характерных для этого вида лечения осложнений. Структура осложнений, их частота и их тяжесть остаются прежними. В первую очередь, из этих случаев, конечно, нужно выделить эректильную дисфункцию и выраженные недержания мочи. И исследования, проведенные на больших группах пациентов, показывают, что, что при операции открытым доступом, что при лапароскопических операциях, что при роботоассистированных, частота этих нежелательных явлений остается приблизительно одинаковыми. Несколько иная ситуация в лучевой терапии. Там тоже в последнее время появляются все новые и новые методики, но они в значительной степени помогают получить новые результаты относительно осложнений и локального контроля над опылью. Так, брахитерапия предстательной железы помогает значительно снизить возникновение осложнений со стороны системы мочеиспускания и со стороны прямой кишки по сравнению со стандартным конформным облучением. А стереотоксическая лучевая терапия в этом смысле выглядит еще более привлекательной, так как частота осложнений и со стороны мочеводящих путей и со стороны прямой кишки стабильно держится ниже 10%. Ну, это касается не только острых состояний, но также отдаленных результатов. Пациенты, прошедшие лучевое лечение, имеют удовлетворительное качество жизни на протяжении многих лет наблюдения. А что касается результатов и что касается выживаемости безрецидивной, то здесь тоже можно сказать, что брахитерапия и стереотоксис идут практически нога в ногу и значительно превосходят возможности стандартного конформного облучения. И для стереотоксиса локальный контроль безрецидивная выживаемость пятилетняя составляет для группы больных раком пристательной железы низкого риска порядка 95%, для промерудочного риска это 85%, и для высокого риска в районе 80%. Таким образом, лучевая терапия все чаще и чаще становится методом выбора в лечении ракопрестательной железы, а ее модификация в виде стереотоксического облучения является, наверное, в данное время наиболее привлекательной в ряде случаев. Что же стало причиной растущей популярности стереотоксической лучевой терапии и ракопростатой? Это высокая эффективность, которую мы уже сказали. Неинвазивность и хорошая переносимость. Стереотоксис может использоваться у самых широких групп пациентов, в том числе у тех, кому противопоказано оперативное вмешательство, или кому невозможно выполнить брахиотерапию под спинальной анестезией. Для стереотокси эти противопоказания не актуальны. Радиобиологические достоинства стереотокси позволяют подводить высокие терапевтические дозы и осуществлять это с высокой точностью, ну и короткое время лечения, из которого вытекает и экономическая и логистическая обоснованность этого метода. Снижение количества кайкодней с 8 недель при стандартном облучении до 1 недели при стереотоксической лучевой терапии и сокращение времени эксплуатации ускорителя на одного пациента приблизительно в 3-3,5 раза. Радиобиологическая обоснованность методик заключается в том, что для предстательной железы в большую степень характерно наличие зависимости дозы эффекта. Принято считать, что на каждый дополнительный подведенный 1 грей происходит снижение риска биохимического рецидива опухли приблизительно на 1,8%. А дозы, адекватные для локального контроля над опухлей, представляются в районе 86 грей для группы ракопрестательной железы низкого риска, более 90 грей для промежуточного риска и более 95 грей для высокого риска. Здесь мы видим, что корреляция подведенных доз и без рецидивной выживаемости, она достаточно четко выраженная и достоверная. Если сравнивать с точки зрения радиобиологии стереотаксис с главным конкурирующим методом облучения, который можно назвать высокодожную брахиотерапию, то можно заметить, что при стандартном проакционировании высокодожной брахиотерапии действительно удается подвести более высокие дозы к предстательной железе. Однако при стереотаксисе даже при таком его достаточно мягком и популярном варианте, как 5 фракций по 7,25 грей, который, наверное, является наиболее часто используемым сейчас во всем мире, и в том числе мы чаще всего пользуемся именно этим фракционированием, нам удается подвести эквивалентные дозы в районе 90,5 грей, что позволяет нам осуществлять надежный локальный контроль над опухолью над раком предстательной железы из группы низкого и промежуточного риска. Ну и что находит свое отражение в сравнении с безрецидивной выживаемостью у больных, проличных с помощью брахиотерапии стереотаксиса. Она практически эквивалентна для низкого и допромежуточного риска, разницы существенной здесь нет. Помимо мощности и размера дозы, еще очень важным фактором является точность ее подведения. Здесь точность определения определяется как точностью укладки пациента на столе ускорителя, так и смещением предстательной железы относительно ускорителя в течение в процессе самого облучения. Смещения могут быть обусловлены либо смещением тела пациента, либо физиологическим смещением самой простаты внутри малого таза, вследствие наполнения мочевого пузыря, вследствие перистальтики кишки. И существуют разные способы эти смещения минимизировать. Однако, как ни парадоксально, оказалось, что использование фиксирующих устройств, фиксация пациента на столе с помощью аквапласта, вакуумного матраса или с помощью специальных дек, не приводит к более стабильному положению простаты в течение сеанса облучения. И пациент, который просто без всяких иммобилизирующих средств находится на лечебном столе, именно в этих случаях мы почему-то наблюдаем наименьшее смещение предстательной железы. Вот в нашей работе, опубликованной в 2017 году в вопрос онкологии, мы на 70% продемонстрировали вот эти результаты, вот эти смещения в течение сеанса облучения. И оказалось, что в среднем, в латеральном и крайне окудальном направлении эти смещения составляют менее миллиметра, а в передне-заднем чуть более одного миллиметра. это при том, что мы никаких иммобилизующих устройств не использовали. И в этой связи нужно, конечно, упомянуть о различных техниках стереотаксиса. Он может проводиться как на линейном ускорителе с помощью техник RepetArc, V-MAT или AMRT, так и на установке, которая называется кибернож. И если по основным дозиметрическим параметрам эти методики, ну, практически эквивалентны, они очень близки. То, что касается времени на лечебном столе, что касается времени, которое тратится на один сеанс облучения, тут наблюдается определенная разница. На линейном ускорителе длительность сеанса редко превышает 7 минут, в то время как на киберноже длительность сеанса может составлять до 40 минут, что, естественно, негативно сказывается на смещениях предстательной железы, на изменение объема мочевого пузыря на перистальтике кишечника. И основными достоинствами методики RepetArc, которыми, в том числе, пользуемся мы у нас в центре, является короткое время сеанса, оптимальное наполнение мочевого пузыря, высокая равноверность распределения дозы, возможность осуществления контрольных снимков прямо во время сеанса или же даже онлайн-контроль за смещением пациента по рентгенконтрастным маркерам, которые вживляются в предстательную железу. Такая опция у нас тоже существует. Что касается нашего опыта, то мы с 2014 по 2020 год включительно провели порядка 450 стереотоксических лучевых терапий у 450 пациентов. 95 из них прошли стереотаксис в режиме добавки в составе сочетанной лучевой терапии. Это все были пациенты из группы высокого риска. Там было конформное влучение в области малого таза, последующим подведением дополнительной дозы с помощью стереотаксиса на предстательную железу. А у 340 пациентов было проведено лечение в режиме монотерапии. Среди них 94 пациента были из группы низкого промежуточного риска и 6% из группы высокого риска. Вот уже по этим цифрам можно определить то место, которое мы стереотаксису в лечении ракопрестательной релизы для себя отводим. Преимущественно в режиме монотерапии показанием для проведения стереотаксиса являются заболевания низкого и промежуточного риска. Те 6% из группы высокого риска, которым мы проводили монотерапию, стереотоксическое высшего лечения. Там были прямые противопоказания для проведения более агрессивного лечения, либо пациенты просто категорически отказывались от более агрессивных методик. Делать нечего, мы в этих случаях действительно тоже проводили стереотаксическое облучение. Что касается использования стереотаксиса как компонента сочетанной лучевой терапии, то здесь мы тоже предпочитаем отдавать им предпочтение в тех случаях, когда у нас пациенты возрастные, осложненные, и когда у нас нет возможности провести брахиотерапевтический буст, поскольку на наш взгляд, брахиотерапия позволяет более безопасно подвести более высокие дозы к предстательной релизе, когда мы говорим именно о сочетанной лучевой терапии. Этапы подготовки у нас точно такие же, как, наверное, в большинстве центров во всем мире и в России. на первом этапе проявляется имплантация маркеров и установка биодеградирующего баллона. Две минутки осталось, поэтому давайте самые такие важные моменты. Коротко, да, эти два первых компонента они не обязательны, они могут выполняться, могут нет, если есть достаточное количество калицинатов, то можно обойтись без маркеров, баллоны тоже устанавливаются и гель не во всех случаях, затем происходит КТ и МРТ разметка, фьюжирование, оконтуривание, проверка плана на линейном ускорителе, размещение пациента на столе, совмещение его по маркерам, ну и облучение с отслеживанием смещений. Так, из модификаций, которые мы применяем в лечении с помощью стереотаксы, можно отметить установку баллонов биодеградирующих или геля между предстательной железой и прямой кишкой, которые позволяют дистанцировать мишень от главной критической структуры, в данном случае, прямой кишки, и более безопасно подводить более высокие дозы к простате. Ну и еще один метод модификации стереотоксической лучевой терапии, стандартной, это дополнение стандартного облучения интегрированным бустом. Если у нас есть четкое представление о локализации опухолевого чага, если это у нас, например, пациент группы высокого риска, мы можем подвести конкретный буст, конкретные области, и у нас вся предстательная железа будет получать, предположим, 7,25 грей, а на область очага макроскопического мы подведем 8 грей за фракцию, что существенно увеличит в пересчете суммарную дозу. Если у нас нет четкого представления локализации опухоли, то мы можем просто всю периферическую зону, где чаще всего локализуется опухолевый процесс, забрать в буст и подвести туда дополнительную дозу, тем самым увеличив эффективность облучения. Ну, из заключения хочется сказать, что из этих 340 пациентов в 5 случаях мы наблюдали местные рецидивы клинические. В трех случаях они были подтверждены с помощью струкционной биопсии. И во всех трех случаях оказалось, что имела место быть, наверное, изначальная недооценка тяжести процесса. Как правило, степень глисона менялась в отрицательную сторону. То есть, если мы шли на стереотаксис низкому и промеручному риску, там был глисон 6 или 7, после биопсии выяснялось, что глисон оказался 8 или 9. И, конечно же, за залогом успеха в проведении стереотоксической лучевой терапии пристательной жизни заявляется четкое определение показаний и противопоказаний, четкий отбор пациентов для этого лечения. Спасибо за внимание. И все. Спасибо большое, Николай Дмитриевич, за очень интересный доклад. Спасибо огромное за очень интересный доклад. И мы, наверное, сейчас уже переходим тогда к дискуссии. Я, наверное, если можно, я зачитаю вопросы из чата, а их достаточно много. Значит, вопрос из чата Татьяны Николаевны Кониной. «Адекватно ли назначение КТ перед лучевой терапией после расширенной пангистеректомии по поводу рака шейки матки?» Это, наверное, вопрос не совсем к нам, я думаю. Да, мы сегодня не обсуждали это. Мы не обсуждали шейки матки, поэтому на этот вопрос, наверное, мы отвечать сейчас не будем. Дальше благодарности идут за интересные доклады. «Спасибо за интересные доклады. Каково ПЭТКТ признаки лучевого ректита и лучевого цистита? Можно ли на основании лучевых методов диагностики поставить диагноз лучевого ректита, цистита в случаях выраженного кровотечения и слизистой прямой кишки пузыря, когда нет возможности выполнить эндоскопическое исследование?» Спасибо. Вы знаете, Лариса Викторовна, я думаю, что мы, наверное, тоже сейчас... Да? Луиза Ибрагимовна вам тогда, наверное, ответит, потому что это не совсем к Наталье Юрьевне вопрос, я так думаю. Глубоко уважаемые слушатели, что касается лучевого цистита, то по этому вопросу было проведено целое экспериментальное исследование трехлетнее, и цистит можно... Диагноз лучевой цистит можно поставить только с помощью ПЭТ с холином, 11С холином. Вот можно... Мало того, что можно поставить этот диагноз, можно, исследуя в эксперименте, исследуя животных с 11С холином, можно определить даже переход в хроническую стадию при лечении, и оценить эффективность терапии радиационного цистита. Это вполне возможно. Спасибо. Спасибо, Луиза Ибрагимовна. И я думаю, что, может быть, тогда мы начнем сразу же прям по докладам по очереди. Пожалуйста. Вы хотели Роману Владимировичу, по-моему, еще задать какие-то вопросы или... Нет, я услышала, Роман Владимирович, спасибо. У меня, если можно, вопрос к Ирине, Ирине Михайловне. Ирина Михайловна, скажите, пожалуйста, настаиваете ли вы на том, что основной метод лечения рака прямой кишки хирургический? Ну, конечно же, это является все-таки первым необходимым... Он считается первым при первых стадиях, и вторая и третья стадии это все-таки основной метод лечения. Вот я бы поспорила с этим вопросом. Что касается первой стадии, несомненно, хирургический метод основной, а ведь все остальное, все другие стадии, это комбинированный метод лечения, и сейчас уже никуда от этого не деваться. Я не буду с вами спорить, я с вами согласна, что одной операции недостаточно, это в любом случае требуется дополнение, о чем я и говорю, что нам необходимо комбинированное лечение, но существуют именно разные варианты, и мой доклад был основан именно на том, что, возможно, разные варианты именно неодиевантной лучевой терапии. Я не к вашему докладу, а к существующей тенденции, к тому, что, ну, это раньше, скажем, лет 10-15 назад, да, хирургии и все, а ведь сейчас уже более тысячи пациентов наблюдаются без хирургического лечения, правда, не в России, в России меньше этих пациентов, а за рубежом более тысячи людей, которые не оперированы, а наблюдаются и 5, и 6, и 7, и даже 13 лет, без хирургического вмешательства. Спасибо. Ну, раз мы начали с последнего доклада, у меня тоже, я, во-первых, хотел Ирину Михайловну поблагодарить, потому что с огромным удовольствием прослушал доклад, и просто хотел спросить, не считаете ли вы, что в будущем, если вы у больных, у которых получают короткие циклы, используете вот этот промежуток 8-12 недель перед хирургическим лечением, если там вы еще сможете провести 1-2 цикла химиотерапии, то вы таким образом можете еще укрепить свои и без того очень обнадеживающие результаты. Да, мы надеемся на то, что мы сможем укрепить эти результаты, и, как я уже говорила в докладе, у нас были 2 пациента, у которых смогли отказаться от хирургического лечения, и, в принципе, надеемся, что, возможно, у нас так и будет далее. Спасибо. Николай Дмитриевич Ильину, наверное, мне не очень корректно будет задавать вопросы Луиза Абрагимовна. Если у вас возникли к Николаю Дмитриевичу какие-то вопросы, то вы можете их задать. Нет, очень хорошие доклады все были. Да, хорошие доклады. Тематика современная. Достижения просто замечательные. Одно могу сказать, что было очень приятно слушать всех. Да, можно тогда один короткий вопрос у меня есть к Наталье Юрьевне, потому что доклад тоже был чрезвычайно интересен. Я только не знаю, она с нами на связи или нет. Наталья Юрьевна, вы знаете, меня обратило внимание, очень интересно было, когда вы проанализировали данные вот этого сравнительного своего исследования с ПСМА и с Холином, что там, наверное, процентов 90 очагов, которые были визуализированы, они все-таки локализовались в лимфоузлах и костях. То есть это были не рецидивы в ложе. И тогда сразу же возникает вопрос, что, может быть, вот то, что мы делаем у больных с относительно невысоким ПСА и начинаем по стандартам лучевую терапию послеоперационного соблучения ложа удаленной опухоли, может быть, это все-таки недостаточно агрессивная тактика лечения. Просто вот такая мысль возникла. Как ваша точка зрения? Я бы сказала, что основываясь сейчас на стандартах, которые все-таки позволяют нам назначать этим больным ПЭК, я бы убедилась в том, что все, что светится, это светится в области малого таза. Потому что наличие изменений за пределами таза является дискриминационным признаком. Это показания для системной терапии у этих больных, за исключением в редких случаях олигометастатического поражения. А во всех остальных случаях я бы хотела знать истинное распространение опухоли и тогда уже назначать облучение либо ложа, либо локорегионарное облучение. Тогда вот эта тактика будет оправдана для такой дорогостоящей исследования, будет смысл. Может быть, даже не столько в pet-based planning, хотя бы знание объема. Потому что я показала, что не всегда нужно стремиться вот прям четко все это сфьюзить и посмотреть, и четко направить очаги. Но то, что касается локальных изменений в лимфоузлах, то вот здесь как раз знание о pet-накоплении, вот эти результаты, они могут существенно изменить дозу и позволят нам дать буст примерно 10 гры на эту зону. Спасибо огромное. Ну, если нету никаких дополнительных вопросов, а я их в чате не вижу, со своей стороны я хочу поблагодарить всех докладчиков за прекрасные доклады очень высокого качества. Просто вот одно удовольствие было слушать каждый доклад, который был представлен, и передать для заключительного слова микрофон Луизии Брагина, который уже скажет некоторые заключительные ремарки. Уважаемые коллеги, лучевая терапия по-прежнему сохраняет свое ведущее место в лечении пациентов раком органов малого таза. Это прекрасно продемонстрировали все докладчики. И что бы я хотела сказать, лучевая терапия великолепный метод, очень эффективный, но каждый раз, когда мы используем лучевую терапию у пациентов с диагнозом рак предстательной железы, рак прямой кишки, рак шейки матки, где наиболее часто приходится использовать лучевую терапию, необходимо думать о том, как осуществить не только высококачественную лучевую терапию, но и какие меры профилактики следует использовать для того, чтобы было как можно меньше лучевых реакций и, конечно, как можно меньше было лучевых осложнений, чтобы ятрогенные заболевания при практически извлеченности от рака не мешали нормально жить пациенту, чтобы качество жизни было высокое и от проведенной лучевой терапии, и свободное от осложнений. Спасибо вам большое, докладчики. Я надеюсь, что регионы, которые послушали эти доклады, смогут использовать в практическом своем применении рекомендации, которые были даны докладчиками. Спасибо.